Правительство Бурятии пытается сделать доступнее северные районы республики. Это возможно в том числе и за счет финансовой помощи для местного авиаперевозчика Байкал Авиаком. Пока же субсидию получает иркутская компания. Эксперты утверждают, что поддержка своих сэкономит республиканскому бюджету 15 миллионов в год и сделает авиасообщение стабильным. Причем первыми планируют закрыть именно северные направления. Однако против оказались депутаты Народного Хурала. И сегодня для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы пригласили в студию министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Сергея Козлова. Добрый день, Сергей Юрьевич. Здравствуйте. В чем все-таки сейчас главная проблема? Почему нам необходим Байкал Авиаком как местный перевозчик? Я думаю, что это будет первый пока вопрос. Остальные позже. Уважаемые коллеги, у нас, вы знаете, был свой авиаперевозчик, Бурецкий Велений. На сегодняшний день они фактически не эксплуатируют и не летают у нас северные районы, северо-байкальские и мойские районы. Присутствие авиакомпании на сегодняшний день «Ангара», которую мы вынуждены были в прошлом году завести в связи с тем, что у нас прекратились 100 полетов. Вы помните, наверное, летала авиакомпания, в том числе «Пионер» в какой-то определенный период. Хотя у нас есть с вами специалисты, у нас с вами есть авиаторы, наши доморощенные, которые здесь в Улан-Удэ, которые в республике, которые проработали не один десяток лет, которые сейчас, в принципе, готовы реализовать программу и летать по нашей территории, не только по нашей территории, но и за ее пределы. Поэтому главой республики Бурятия, мы этот вопрос обсуждали, вы, наверное, помните, мы в течение этого года глава об этом еще и говорил, что мы поддержим свою местную авиакомпанию. Поэтому вот эта авиакомпания, Бурятия, авиакома, о которой идет речь, это наша местная авиакомпания, это наш персонал, это наши люди, это наша ремонтная база здесь. Но все, что касается создания компании, она на месте. Поэтому наших местных авиаторов, я считаю, что принципиально, если мы хотим возродить нашу местную авиацию, именно ни соседних регионов, ни других регионов, тогда мы должны пойти и поддержать нашу авиакомпанию. Проводились ли расчеты? В СМИ были опубликованы цифры о том, что сейчас Ангаре платят более 60 миллионов рублей, Байкал авиакому, возможно, будут платить около 40-45, то есть экономия, прямая экономия 15 миллионов. А были ли сделаны расчеты по поводу того, сколько налогами вернется в бюджет республики? В любом случае, совершенно верно, мы сделали, вернее, авиакомпания сделала бизнес-план. Мы четыре раза обсуждали только в правительстве, принимали решение о поддержке данной авиакомпании. Вот тот шаг, который мы внесли в предложение в Народный хорал, мы его тщательно рассматривали. Рассматривали всем правительством, включая фонды регионального развития, включая Министерство промышленности, предпринимательства. Рассматривали разные меры государственной поддержки, как эффективнее, как лучше поддержать авиакомпанию, и как будет, да, столчок в становлению дальше, и развитию нашей именно местной авиации, нашей авиакомпании, бурятской авиакомпании. И действительно, вот бизнес-план, который, да, он проходил несколько итераций, да, были замечания там, корректировали эти, устраняли замечания, почему и собирались, в принципе, четыре раза только у главы республики болеть. Я уж не говорю, сколько мы в рабочем порядке собирались и рассматривали вот тот бизнес-план, который был представлен. И действительно, на следующий год у нас с вами заложено 64 миллиона рублей. Это субсидирование только двух аэропортов, перевозки в два аэропорта, это Нижнеангарская и Токсиму. Но в соответствии с тем бизнес-планом, которого разработала наша компания, действительно экономим 15 миллионов рублей для бюджета республики Бурятия в следующем году. Поэтому экономически для региона даже фактически выгоднее осуществлять датирование. Оно тоже будет датирование, потому что мы с вами установили тариф, как вы помните, 6 тысяч рублей, доступный тариф до Нижнеангарска, который когда-то был 8300, до Токсиму у нас билеты доходили почти до 12 тысяч рублей в одну сторону. На сегодняшний день это 7 тысяч рублей. Поэтому вот эта разница, она будет стоить 45 миллионов рублей, не 64, и что даст возможность авиакомпании осуществлять безубыточные рейсы в Северный район. И обеспечить транспортную доступность полноценно. К сожалению, у нас не так много времени в рамках программы «Новость». Я предлагаю подробнее поговорить в программе «Актуальная тема». Мы тем временем продолжаем выпуск.